В Гонконге закрываются все магазины с животными, в которых продают хомяков. Также в городе умертвят около двух тысяч этих грызунов из-за того, что они могут быть переносчиками ковид. «Всего было исследовано 78 хомяков, шиншилл и кроликов. 11 из взятых образцов показали предварительную положительную реакцию. Это всё были хомяки». Пока остальной мир пытается научиться сосуществовать ковид, Пекин заявляет, что в отношении коронавируса ведёт политику абсолютной нетерпимости. Пока официально не подтвердили, что животные могут стать опасными разносчиками коронавируса среди людей. Но хомяков Гонконга это, похоже, не спасёт. «Мы сделаем животным тесты на ковид, а потом гуманно их усыпим. Всё это делается ради общественной безопасности и здоровья людей». Гонконг – не первое место, где животных умерщвляют из-за пандемии. Так, в сентябре прошлого года в китайском Харбине усыпили трёх кошек. А в Дании забили все 17 миллионов норок после того, как вирус, как предполагается, передался от одного животного человеку. Кроме того, в прошлом году в некоторых регионах России начали делать прививки от ковид животным. Использовали первый в своём роде препарат, который сначала протестировали на кошках и собаках. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова